Всем привет! Это я, Аленчик! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня будет то самое обещанное видео, как я задекорировала деревянные яйца. Я буду использовать две техники, это декупаж и кракелюр. А еще я сделала пасхальный декор и оформила пластиковые яички в стиле пэтчворк. И если вам интересно, обе ссылки я оставлю под видео в описании. Ну а мы начинаем! Вот эти самые деревянные яйца, которые я обещала показать, как я их буду декорировать. И купила я их в магазине для творчества. И хочу на двух из них сделать декупаж. Соответственно, я сейчас разделила салфетки на слои, потому что нужно использовать только тот слой, который с рисунком. И я специально взяла салфетки с мелким рисунком. Так как у нас яички мелковаты и достаточно сложная форма, соответственно, чем меньше рисунок, тем легче он ровнее ляжет. И первым делом я грунтую яички наши белой акриловой краской. И я делаю это постепенно. То есть сначала одну сторону грунтую. И после того, как все высохнет, я грунтую вторую сторону. И так как акриловая краска не ложится прям идеально-идеально, ее нужно зачистить после просыхания. Я взяла наждачку прям совсем с мелким абразивом. И у меня яйца прямо стали похожи один в один на натуральные. Теперь с помощью клея БВА мы начинаем приклеивать наши маленькие кусочки с рисунками. И для первого яичка я выбрала сюжет с букетиком лаванды. И дальше я буду приклеивать точно такие же букетики, может в другом исполнении. И все букетики будут смотреть в одну сторону. То есть у меня явно будет прослеживаться у яичка верх и низ. А между вот этими веточками я буду приклеивать самые маленькие изображения. Вот какой-то травинки или просто отдельный цветочек. Стараюсь не перекрещивать вот эти изображения, чтобы они не накладывались друг на друга. И я делала, кстати, вазочку с помощью вот этой салфетки. Получилось очень прикольненько. Если что, вот сейчас всплывет ссылочка на это видео. Правда, я ее уже подарила в один детский центр. В общем, даем первому яичку полностью просохнуть. И беремся за второй. Так как там рисунок идет такой с завитушками и с мелкими цветочками. Поэтому композицию нужно выстраивать следующим образом. Чтобы все элементы плавно перетекали как бы друг в друга. Обычно я когда делаю декупаж, я использую воду плюс клей ПВА. В нашем случае я использую только клей ПВА. Чтобы не размокла краска вот эта акриловая. И я, допустим, какую-то часть сделала и сразу сушу феном. Это важно, потому что акриловая краска с этого яичка может сняться. И испортит нам всю красоту. И после того, как все просохло, я взяла вот такой золотистый маркер. И начала заполнять все белесые пространства. Я при этом рисую разные завитушки, как мне нравится. И смотрю, сколько там места мне остается для фантазии. И я рисую разные петли, завитушки, усики различные. То есть, как бы выполняю рисунок в той же стилистике, как и основной рисунок на салфетке. Главное в этом деле не переборщить. И помимо завитошек я использовала еще другой элемент в виде разных точек. То есть, там, где никак нельзя было подобраться и рисовать какие-то завитухи, я нарисовала точки. По-моему, получилось красиво. Очень так миленько. Обычно я покрываю лаком изделия, на которых я делаю декупаж. Но я не хочу рисковать. У меня по ходу действия вот эта акриловая краска несовместима с моим паркетным лаком. Другого у меня пока нет. И я эти яички не буду никому дарить. Я их сохраню до следующего года. И, возможно, я смою вот этот дизайн. И сделаю что-то другое. Что-нибудь тоже интересненькое. Теперь я взялась за второе яичко. И тоже делаю заполняющий рисунок. И каждый наклеенный элемент я как бы обрамляю вот этой золотистой линией. Все линии у меня не прямые, а волнистые. Как видите, дизайн простой. Рисовать особо не обязательно. Главное, чтобы линии создавали замкнутые ячейки, но не перекрывали рисунок. Что на первом яичке и на втором дизайн как бы завершен. То есть, это финальные действия. Больше я с ними ничего не буду делать. И приступаем к третьему яичку. Если на первых двух изделиях, на моих яйцах, был мелкий рисунок, то сейчас я использую два крупных. Как бы с лицевой стороны и с изнаночной стороны. Процедура та же самая. Вырезаем, клеим с помощью клей ПВА. Даем просохнуть. И теперь смотрите, что я буду делать. До этого мы делали декупаж. А сейчас у нас будет техника кракелюр. Для этого нам понадобятся настоящие шкарлупки от настоящих яиц. Эту идею подсказал мне муж. Он говорит, давай сделаем яйца на яйцах. И на тот же самый клей ПВА я клею вот эти вот шкарлупки. Если надо, я их разбиваю пальцем, либо вот этим инструментом острым. Оставляю между вот этими элементами чуть-чуть пространства, чтобы получилась мозаика. И я приноровилась, как сделать эту процедуру быстрее. Я брала крупную шкарлупку. Обмазывала палец в ПВА. То есть, чтобы был клейкий слой такой. Прижимала пальцем вот эту крупную шкарлупку к столу. Не сильно надавливая, я ее ломала на какие-то секции. И получается, что вот эти все дробления оставались на пальце. А перед этим вы должны на самом яйце нанести слой клея ПВА. И потом вы переносите легко и просто все вот эти вот уже маленькие раздробленные кусочки шкарлупки. И потом уже инструментом немножко раздвигаете, чтобы получилась мозаика. И пространство возле цветочков, розочек, так сказать, я решила затонировать бледно-бледно-бирюзовой краской. И после того, как она просохла, я беру опять же маркер и делаю разные узоры. Сначала возле красненькой вот этой розочки, потом возле желтенькой. Возле красненькой я решила сделать что-то своего рода мозаику, похожую на как у меня легли шкарлупки. То есть, я рисую так в хаотичном порядке линии. Образуются мелкие ячейки. И потом я их буду закрашивать. Сильно художественный талант не обязательно иметь в этом случае. Я, кстати, думала раскрасить пространство между шкарлупками. Но что-то меня остановило. Мне показалось, что я могу все испортить. Маркером точно был не вариант, потому что он достаточно толсто рисует линии. Можно было краской пройтись. Но почему-то я решила, что мне нравится именно белое пространство между ними, между шкарлупками. Поэтому я так и оставила. Сейчас я раскрашиваю с той стороны, где желтая роза. Я решила немножко изменить дизайн. Рисую более такие плавные линии, интересные. Вот просто дуги. И этот вариант мне больше нравится, чем там, где красная роза. Хотя вы напишите в комментариях, какая вам нравится. Красная или желтая. И вот мы все закончили. Теперь вы можете посмотреть финальные красивые кадры. И, наконец-то, я могу объединить все мои пасхальные декоры. Все, что я делала для вас в трех видео, включая и это. И осталось покрасить настоящие яйца. Технология радужных яиц будет показана и рассказана в видео, которое я сняла в прошлом году. Ссылка на него в описании. А сейчас я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на меня. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Желаю вам всего самого хорошего. С наступающим праздником. Пасхи. Самого вам лучшего. Самого чудесного. Чтобы все было хорошо у всех. И всегда. Субтитры сделал DimaTorzok